В новый альбом Аллы Пугачевой постскриптом, который вышел вчера, вошли не только хорошо обработанные старые студийные записи, но и много нового материала. Поэтому не стоит воспринимать его как прощальный поклон Примадонны, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с Ньюсру он сравнил историю Аллы Борисовны с историей Адриана Челентано, который уже в почтенном возрасте в 2012 году дал два больших шоу в прямом эфире, а потом практически сразу же выдал большой концертный альбом с причесанными версиями песен с выступления. Тогда вся пресса говорила, что свою концертную деятельность он закончил, громко и очень ярко хлопнув дверью. Однако после этого в творческой жизни Челентано было много интересного, альбом с певицей Мины Мацани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу, пояснил критик. Поэтому с Пугачевой прощаться не стоит, это просто напоминание о себе. Напомним, у Аллы Борисовны в репертуаре есть песня «Живи спокойно, страна». И практически все, о чем она пела, актуально и сегодня, как никогда. А особенно этот куплет, я буду петь, завистников дразня. В эпоху эту имени меня. Не падай в цене, и вечно на коне. И пусть побольше пишут обо мне.